Сейчас мы отправляемся в город Ревдас, Ердловской области Денис не хочет Уникальная возможность, Серёг, иди в Азию, я в Европу иду Пацаны, у меня есть брат, который ни разу не был в Москве Я вот мечтаю, чтобы он попал в Москву на Спартак Где ты видел хоть раз, чтобы во дворе был лес? Он в Питере, представляете, уже ему голову пробивали там из-за этого И сколько? Иллута 28, иллута 29 Планка высоко Шикарно, просто шикарно Жди меня, жди меня Братва, ну что, всем салют Второй выпуск нашего нового формата, который называется «В Москву на Спартак» В первом мы привозили парня из города Пермь, Санька, на футбол Вы это можете увидеть вот здесь вот, где-то наверняка есть подсказочка Сейчас мы отправляемся в город Ревдас, Ердловской области Для начала мы долетим до Екатеринбурга Потом отправимся в этот новый для нас город, изучим его вместе с вами Ну и, конечно же, в конце выпуска мы привезем нашего героя в Москву на Спартак Чем этот выпуск будет отличаться от первого? Тем, что наш герой не сам нас нашел, и даже не мы его нашли А его нам порекомендовал, посоветовал и попросил за него его брат, который живет в другом городе Они живут в разных городах, они очень близки между собой и с детства оба болеют за Спартак У нас для них один большой сюрприз Не переключайтесь в Москву на Спартак, все самое интересное только начинается Братья, мы в Екатеринбурге, все хорошо добрались Сразу сходу про Екатеринбург, я думаю, каждый уважающий себя фанат, который ездит на выезда Был здесь и не раз, и знает много фактов Я знаю, что Алексей Балабанов здесь родился режиссер Это человек, который снял культовые фильмы Брат, Брат-2, Жмурки, Груз-200 Во-первых, у нас город Екатеринбург, помимо своей истории, славится еще тем, что здесь очень большое количество болельщиков Спартака Есть такая банда, не знаю, инициативная группа, называется K-Band Ссылку мы оставим в описании Все, кто живет в Екатеринбурге и болеет за Спартак и хочет приносить какую-то пользу, наверное, нашим вежу Могут присоединиться, парням написать Самый главный факт, что Екатеринбург играет в РПЛ Команда Екатеринбурга играет в РПЛ, это Урал И периодически фанаты Спартака сюда выезжают Например, у нас весной сюда будет выезд Сейчас город Ревда, который находится, наверное, в 60-70 километрах от Екатеринбурга Поэтому мы сейчас прыгаем в тачку, едем в город Ревда, встречаемся с нашим героем А всем, кто живет в Екатеринбурге, от нас пламенный привет Погодка у вас, конечно, такая прохладненькая Но ничего, брат, греет что у нас? Красно-белая кровь Короче, пока мы едем в город Ревда, хочется рассказать вообще историю Почему мы едем в этот город, к этому герою Мы выложили в свой инстаграм, в сторис, новость, как мы обычно сейчас это делаем Кто болеет за Спартак и ни разу не был в Москве на футболе Ну и желательно, чтобы вообще человек не был на Спартаке, не видел своих любимцев вживую То есть у нас есть идея привозить людей из разных городов, из разных регионов страны в Москву на Спартак Но мы в первую очередь обращаем внимание на истории То есть не просто нам человек пишет, например, я из такого города, мне 23 года, в Москве там ни разу не был, привезите меня Тут история какая, что нам написал не главный герой сегодняшнего выпуска, а его брат Меня зовут Даниил, я нахожусь в Москве Приехал поддержать своего младшего брата, который первый раз побывает сегодня на нашем стадионе открытия арены Вживую увидит, как говорится, московский Спартак Они живут в разных городах, хотя они с детства выросли вместе, но сейчас их судьба немножечко разделила И если наш герой живет в городе Ревда, то его брат живет в Санкт-Петербурге Оба они с детства болеют за Спартак И он нам сам написал, говорит, пацаны, у меня есть брат, который ни разу не был в Москве Я вот мечтаю, чтобы он попал в Москву на Спартак, то есть мечтаю за него, грубо говоря Нас эта история заинтересовала, поэтому мы едем в город Ревда Год не виделись, общались только, обсуждали матчи Спартака по телефону Но это все не то, вживую, на стадионе, когда плечо к плечу Как говорится, братья, братья помогут сегодня морально, морально победить Потому что просмотр матча вживую ни с чем не сравнима Он постоянно смотрит по телевизору и не вполне ощущает ту полноту эмоций, то дыхание стадиона, ту поддержку, которую оказывают болельщики Я созвонился с нашим героем, с Денисом, сейчас вы увидите этот момент Первый звонок, ему образно, ему чуть же объяснили, кто сейчас будет ему звонить И пока он всех карт не знает, короче, делаем звонок и посмотрим за его реакцию Денис не хочет О, Дэн, привет Привет Меня Серега зовут, проект Дневник Фаната Очень приятно Смотрел нас, знаешь, что-то о нас, нет? Слышал, слышал Слушай, ну звоню тебе с одной новостью, насколько я знаю, ты ни разу не был в Москве на матче Спартака На открытии я ни разу был А в Москве был вообще? В Москве, ну, маленький, в общем Маленький Короче, Дэн, в эти выходные ты летишь с нами в Москву на матч Спартака Вообще, это замечательно Мы прилетим за тобой Мы прилетим за тобой в Екатеринбург Ну, туда, доедем до тебя в пятницу Вот, и, соответственно, в субботу утром мы улетаем в Москву Я тебе всех планов рассказывать не буду Мы с тобой сходим на футбол, посмотрим Москву немного И в воскресенье ты вернешься к себе в Екатеринбург Вот, все, ты свободен, ты готов? Да, 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 конечно Ну, ты рад вообще, нет? Да, давно хотел, давно хотел бы, все Ну, ты рад? Конечно, вообще, восьмя Все, хорошо Все, Дэн, давай, готовься, маме привет передавай Да Ладно, давай Давай, пока-пока Первые эмоции такие у него Понятно, что он вообще, по-моему, ничего не понял Кто ему позвонил Первые эмоции вы увидели Сейчас увидели еще одни эмоции В общем, не знаю, как там по выпуску все сложилось Дэн готов Ну, и мы продолжаем свой выпуск бросать Человек, герой Довольно скромный Реально, очень скромный И по его словам, он был там два раза на футболе Один раз ездил к брату в Питер В гости Да И попал на матч А второй раз ездил просто там с друзьями В Екатеринбург, там, час езды на машине В общем, пообщались с ним Для себя выводы сделали Сейчас очень интересно будет посмотреть, как он вообще вживую себя ведет Нам понравилась его история То есть мы понимаем, что Екатеринбург не так далеко от рифды Но нам очень понравилась история И давай такую закидуху небольшую сделаем Что у нас, помимо того, что мы отвезем его в Москву на Спартак Для него есть еще один сюрприз Два сюрприза Даже два сюрприза, да Вы также эти сюрпризы увидите по ходу выпуска Смотрите, не переключайтесь Обязательно Сейчас Не надо выключать этот выпуск Потому что будет интересно Мы сделали небольшой круг По дороге в Ревду И заехали на стелу, разделяющую Европу и Азию Уникальная возможность Серега, иди в Азию Я в Европу Короче, супер место Красивое, атмосферное Сейчас сделаем пару фоток Доявили на нашего героя Где-то видел хоть раз, чтобы во дворе был лес Брат В дворе Где же еще? А где? А у Дениса Ревде На самом деле очень прикольно Выходишь из-подика и сразу лес Короче, мы сейчас буквально через минуту окажемся у Дениса, нашего героя Да, что вы понимали, это вот, ну типа два метра Покажи, пожалуйста, его подъезжу Покажи, как это выглядит Вышел и сразу в лес попал Колоритное место Но мы напоминаем, что наши братишки из теннисе Пошла, пошла история Собственно, огромное вам спасибо, что помогаете нам привозить наших героев в Москву Спартак А мы вам напоминаем, что, повторюсь, наши братишки из тенниса заключили партнерство с нашим мини-футбольным клубом Спартак Классический ромб, легендарный Белая полоса Белая полоса Дорогие друзья и товарищи Предлагаю такую же футболочку разыграть среди наших подписчиков Кстати, мысль Просто пишите комментарии, из какого города вы болеете за Спартак Будь то Москва, Санкт-Петербург Или Ревда Хоть Владивосток Да, мы выберем случайным образом победителя Ну не вот это, а такая же Моя малина, давай Это тебе оставим Короче, что, конкурс получается, да? Да, случайно Комментарии прямо сейчас оставляем Мы выбираем случайным образом победителя И в следующем выпуске мы расскажем, кому мы отправим в любой город России Страну Сенгена Страну Сенгена А вдруг из Берлина Вась, ну вот умеешь, когда заходишь А есть Вася инвалид, знаешь В Берлине В Берлине Короче, братья, в закрепленном комментарии, как обычно, подгона наших братишек Приятный бонус А мы что, мы с бонусом к Дену отправляемся Тихо, тихо, я рискую Алло, Денис Открывай, брат, мы идем Упадем Здравствуйте, Сергей Здравствуйте 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 И Андрей, наш оператор Мы сразу с камерой, поэтому без раскачки А они четвертое поколение уже получается за Спартак А у вас и отец, и дедушка, да? Дед болел, отец болел Прадед болел В общем, у них четвертое поколение Но я переживаю, они ведь нервничают Я же знаю, как они нервничают, когда Спартак проигрывают Я иногда так пощелкаю, иногда я помолюсь Я говорю, да уже вы играете уже Когда Спартак играет, Денис прям сидит Вы не представляете, какие это болельщики Это же ужас на крыльях ночи А тот так у нас Он в Питере, представляете, уже ему голову пробивали там из-за этого Мне кажется, он будет очень сильно удивлен Потому что он редко и редко очень выезжает из своего маленького города Живет в закрытом таком мирке Для него будет, мне кажется, большим сюрпризом увидеть меня здесь Когда поедем в следующий город, берите на заметку Нас вот пока встречает, брат, просто Да Планка высоко Так, ну говори честно Так всегда здесь или... Чисто, чисто Не, ну чисто, ладно Вот это вот всегда Ну отец начал болеть, смотреть Я как-то маленький, все там Сначала это неосознанно смотрел, все А потом уже осознанно Сам начал футболом заниматься Как бы осознанно уже начал смотреть Ну 90-е годы же Спартак, как бы всем нравилось, как он играет Как бы и поэтому Неосознанно болеть Это все подарки Это подарки Ему кандидат брат подарил Кандидат брат Брат из Питера Брат из Питера Брат из Питера Брат из Питера Не, ну брат родился здесь брат Но сейчас живет в Питере Родной брат старший Это родители Это мне друг подарил Слушай, ну тогда и мы что-нибудь подарим Наверное подарим Логично Логично Да, во-первых Спасибо, давай Дари Главный подарок этой всей истории Это билет на футбол Выглядит он вот так Вот посадочный талон Спасибо Первый в твоей жизни В Москве именно Да То есть нужно сказать о том Что ты когда был в гостях у брата Расскажи вообще эту историю Я так понимаю Выехали на свадьбу К брату Я ехал на свадьбу К брату В Питер Он предложил на футбол сходить Мы тебе дарим карту Фратрия Она дает различные бонусы Там на магазин Вот это короче конверт Тут стикеры Все вот это давай Бумаги сложим сюда Так скажем Вот И подарок тоже от наших друзей Из магазина Фратрия Это футболка Она На На Супер Белая Это футбол им Я успешу Мы И старались Вот Такая вот футболка О整合 друзей. Тебе дарим тоже. Спасибо. Носи на здоровье. Расскажи, почему не было возможности доехать или была возможность, но не было каких-то других моментов? Почему не был в Москве ни разу на Спартаке? Ну, не было возможности, все равно работа, учеба, учеба, работа. Не получалось в Москву ехать. И когда есть финансы, мне как бы и финансы нужны. Но в ЕКБ, я понимаю, один раз ты был на футболе, да? Да. Один раз, получается, ты был в Екатеринбурге тоже с братом, или... Нет, без брата. С друзьями ездили. А в Питере один раз по истории, когда ты ехал к брату на свадьбу, но получилось два праздника зацепить, да? Ну там просто не праздничный матч был у нас, сколько я помню, да? Не буду об этом говорить. Но было, чтобы ты такой, все, типа сажусь, и вот в следующий раз точно поеду на открытие, короче, доеду, но что-то останавливало. Или не было вообще мысли, например, там, поехать. Мысли-то было всегда на открытие съездить, но почему-то всегда не получалось. Мы, короче, пойдем гулять, ты нам сейчас расскажешь про ревду, немножечко покажешь ее, ну и будем потихоньку готовиться к поездке. Эх, друзья мои, как же мы вкусно покушали. А шутили так, типа, ты где? В ревде. В ревде, да? Здесь какой-то матч, который тебе прям запомнился, вот в голове сидит, матч Спартака, победный, что-то вот. Ну, наверное, такой год там, в 2000-й первый, когда с Арсеналом играли, наскольких. Да, Маркао-Оксен. Маркао-2 там, ну, да. Ты знаешь, кого-то из этого состава можешь выбить из себя? Ну, не считаю, с начала этого сезона, в Арсене. Сколько он вас привел, расскажи. Ну, это, я тут начинал играть между школ, тут бегать начинал, между дворов даже тут я бегал, начинал вообще между дворов играть, дворов, 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 дворов. Ну, куда ворота бегают? Эти, наверное, убирают их, закрывают, по-моему, помещение у нас. Короче, здесь у вас было основное поле, где вы рубились... Оно доступное было, какие-то чемпионаты, да? А здесь школа, да? Более-менее ровная, доступная, это техника, много профи. Пазанка, как-нибудь, да. Слушай, ну, мы вот в городе Ревда первый раз, как ни странно, да. Единственное, о чем мы прочитали на Википедии, особо не хотели углубляться, потому что думали, что ты расскажешь, что Ревда – это первый город Европы, потому что он ближе всего расположен к границе такой... Европы и Азии. Европы и Азии, да. Да. Расскажи про Ревду, что людям можно в Ревде посмотреть. А чем здесь заняться можно? Есть ли такое понимание здесь? Заняться? Ну, как будто спортом занимаются. Вот, хоккейный или каток на открытый. Ну, так давно. Футбол, мини-футбол у нас. Хорошо. Большой этап. Не совсем. Ну, то есть, где-то сходить в бар, такого нет, да, у вас? Нет, такого нет. Брат, а хочешь, я тебе покажу, какая я машина? Что-то... Я тебя вызываю на бой. Бой с твоей губой? Ну, не так, конечно, брат. Я вызываю тебя на бой, и мы с тобой... Не-не-не, это жёстко, блин. Мы с тобой в каждом выпуске стараемся на что-то спорить. Я постоянно проигрываю. Чтобы вы понимали, он знаете, на что намекает? Посмотрите на это. Вот эту вот площадку. Это сооружение. И что ты хочешь, чтобы мы с тобой по нему пролезли? Я предлагаю нам устроить, да, короче, захват благо. Кто по времени быстрее выполнит задание, нужно из одной части перебраться в другую. Ты что, дурак? Брат, ну мы... Брат, ну давай подвигаемся немного. Дэн, ну сейчас наш... Короче, если кто-то из нас грохнется, Дэн, то... Ну, больничка хотя бы есть в ревде? Там есть больничка в ревде? Больничка хотя бы в ревде. Тут недалеко. На спокойной ноте! На спокойной ноте! Ну давай, Маша, на время! Человек просто... Примерно думаем 1,7 на тебя, что ты выиграешь. На меня где-то 2,1. Ну давай, всё. А условия? Ну напивайся, как всегда, брат. Разбивай, давай. Раз, два, три. Ну классика, классика! Дэн, ну вот небольшая анимация без класса. Интересно, почему я каждый раз проигрываю его? Я не знаю, брат. Брат, сейчас вызов брошен. Спасибо, Дэн. Дэн, как думаешь? На меня ставишь? Все. Ну что, начинаем? Раз. Давай ты там? Не-не-не. Нет, с этого начинаем. Брат, я не завяжу. Извини, значит ты проиграл. Раз, два, три. Давай, время пошло. Да, время пошло. Нет, нет, брат. Оттуда начнём. Давай, ладно, оттуда. Раз, два, три. Задом-то. Задом-то и дурно. Задом-то и дурно. Короче, мы нарежем вот это, потому что это нереально. Это пять минут уже будет. Так, животик, пацан, поправил. Мы заблюрим его. А то и ротик не идут, не пропускают. Сколько, сколько, сколько? Минута двадцать восемь. Минута двадцать девять. И... Вот. Победа, КВС. Минута тридцать два, тридцать два. Я аж ногу тёрнул. Брат, поставьте лайк чисто за ваше на старание. Минута тридцать два, тридцать... А я же могу отказаться, нет? Раз, два, три. Посмотри вниз, Серёга. Да я вижу. Тридцать секунд. Ну блин, минута, конечно, он спустит. Аккуратно, Серёга, волнуй же тебя, брат. Я просто пожарной безопасностью занимался, что ли? Ты, главное, сейчас не вспомни, как ешь. Сорок на время. Ещё сорок секунд. А если я обманул? Тяну время. Ладно, черт. Рассудите в комментариях. Ну, Вась, идём пить пиво, зато ещё кто-то. Брат, ну, конечно, идём. Ладно, брат, красава. Сам же себе макину копаешь, периодически с такими словами. Ну, однажды я тебя обыграю. Слушай, ну, Дэн. Ну, зато как размянуть сейчас вообще. В принципе, настроение тебе, наверное, дали мы небольшое. Раньше нет. По тебе, конечно, не скажешь, но, я думаю, внутри ты рад. Человек-эмоция, конечно, да. Отправляемся в Москву. Братва, вот сейчас ждём Васю с Денисом. Они подъезжают уже. Встретились с Дениилом. Как бы уже могли понять брат его. Родной. Два разных вообще человека. Дениил такой весь в план в план. Вы же, наверное, видели фрагмент с мамой, как, да? Он чисто такой драйвовый, как и мама. Маме ещё раз огромное спасибо, если вы сейчас нас смотрите. Супер. Домашнее еда – это бомба. А Денис такой, ну, очень спокойный, замкнутый. Короче, колорит безумный. И сейчас они уже подъезжают. Дэн не знает о том, что приехал мой брат из Питера. Мы сделали сюрприз такой. Это первый сюрприз. Поэтому я сам немножко волнуюсь. Денис тоже такой сейчас мне рассказывал про все взаимоотношения с братом. Вот они уже, короче, на подъезде. Сейчас вы увидите. Но мы надеемся, что у Дэна хотя бы сейчас эмоции-то проснутся. Потому что брата увидится. Раз в год они видятся. Давай, что мы. Ваша встреча. Знаешь, как «Жди меня». Жди меня. Жди меня. Сегодня у нас особнее времени на погулять. Сегодня у нас день футбольный. Приехали размяться в «Свинью и Розово» наш бар, где мы прямо сейчас встанем там. Либо перед футболом, либо если вдруг на футбол на выезд мы попадаем здесь, смотрим футбольчик. Но сам факт пребывания на стадионе как-то. Как построили, это не часа моя упасть не было. Ладно, предлагаю, короче, размяться. Вы видите, что я на тяжелой ноте сегодня. Кэп на то, что я, кстати, опоздаю на встречу с Серегой, был, наверное, 1.01. Дорого. Здорова. 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 Ты чё? Здорова заебал. Ты чё, на «Смарталь» без меня собрался, что ли? Нифига себе такое. Можно собраться? Да, конечно. Чё, будем сегодня побеждать? Конечно. Порвём сегодня. Фан-клуб. Пятёрочку накидаем. Антошка выздоровел. Антифриз сказал, поможет. Надеюсь, надеюсь. Ну, брат, как тебе, нормально? Мы же, когда вместе смотрим, «Спартак» побеждает. Помнишь, август того года? Ни разу уже не проиграли. Мы сегодня смело ставим на «Спартак». Да, да, да. А ставим где? С нашими братишками в теннисе. Которые, в принципе, помогли сделать эту историю. Блин, в теннисе, большое вам спасибо. Вы прям, вообще. Мечты прям реализуете, делаете. Для людей такое хорошее дело вообще. Ну, Дэн, Дэн пока вообще не понимает. Да он потом, он дойдёт до него. Не сразу, не сразу. Выбьем пивка, да и будем собираться. Да, да, время, время. Дэн, мы в реальности, в реальности, Дэн. Приходите. Брат живой, брат реальный. Рано, братья, кушаем и выдвигаемся. Ура! Как хочешь загорать? Мы приехали чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! На Моле, на метку. Друзья, вот мы, собственно, уже подошли к стадиону. Как вы поняли, Дэн особо эмоций не показывает. Ну, может быть, сейчас? Ну, подъехала подмога из Питера. Брат, 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 просто... Он радуется, он радуется, просто хорошо стревает. Поверьте мне, я его знаю. У него внутри все кипит, он там как вулкан просто. Разрывается. Да, да, да. Ну, ничего, ничего. Сейчас мы забьем первый гол. Он знаете, как кричать будет? Рад? Очень. Как вы видите, очень рад. Погнали на стадион. Давайте, спасибо. Хороший день. Все, все, болеешь за Спартак. Это зачем? Близко к сердцу. Это так, близко к команде Рандонов. Прогноз. Мы сегодня победим. Если больше двух за белым, то выбираем. Пошла вода горячая. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, рады, что забили, наконец-то. Наконец-то. Ну, вообще, твой первый гол на открытии арены. Шикарно. Просто. Ну, по телевизору делать роднее смотрю. Я вот в монитор, в общем, взглядом, все на поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братва, всех с победой. 3-1. Спартак, Химки. Молодцы. Выиграли самое главное. Мужики, вас с почином, так скажем. Вы сегодня перед матчем сказали, что когда вы вместе смотрите футбол, Спартак побеждают. Вот сегодня, собственно, это и произошло. Дэн, первый раз на домашней арене открытия. Спартак, Стопион, в общем, ты вынимаешь, где-то побывал. Ну, давай, вот в своем стиле. Без эмоций, но с эмоциями. Все прекрасно, все шикарно. Выиграли 3-1. Что еще нужно? Я побывал на открытии. Ха-ха-ха. Ну, не правда. Сегодняшний день подходит к концу. Завтра мы просыпаемся, сегодня отдыхаем плотно. Завтра просыпаемся. И Дэна ждет небольшой сюрприз. Ставим лайк, пацаны. Пишем комментарии, если это у вас города и как вам этот выпуск. Ну и все. Досматриваем этот выпуск до конца и уже, собственно, делимся своими впечатлениями. Закрывай камеру, Дэн. Братья, новый день. Воскресенье. Мы приехали с братухами в музей Спартака. Как вы уже поняли, Дэн своих эмоций скрывает, а брат, наоборот, их показывает. В музее ты был? Нет. Не был в музее? Нет. Не был. Обзорная экскурсия была по стадиону. Дэн, ну ты, соответственно... Я не был. Естественно. Ты не был, ты первый раз. Я бы удивился, если бы он там был без меня. Опять без меня. Еще один сюрприз от нас тебе. Спасибо большое нашему клубу за помощь, за реализацию этой возможности. Очень большое спасибо. Прям вообще... Вот насколько большое. Поклон в землю. Такое вот большое спасибо. Пойдем в музей, посмотрим, изучим историю нашего клуба. Я думаю, вы и так ее знаете, но все-таки, говорят, музей один из лучших вообще в мире. Не мог быть не лучшим, потому что он спартаковский. Ну пойдемте туда продумать, посмотрим. Короче, друзья, как вы поняли, сюрприз не приходит один. И с нами Коля. Всем привет. С победой. Вчера я дал хорошую голевую передачу. В принципе, начало сезона мощный. У тебя правый фланг. Разрываешь. Видно, готовился. В Туле там не просто пряники кушал. Коль, ну я тебе уже рассказал историю нашего героя. Вот сейчас для него, наверное, будет сюрприз. Но зрители уже сделали для себя вывод в этом выпуске, что он эмоции светлые показывает. Поэтому будем сейчас его удивлять. Посмотрим. Спасибо тебе, что согласился. Друзья, пишите еще раз, кто из какого города. Пишите свою историю. Как давно вы болеете за Спартак? Почему у вас нет возможности приехать на футбол к нам в инстаграм директ? И в следующий раз уже, наверное, не Коля рассказывает, но это тоже вас удивит. Поэтому стараемся для вас. Спасибо еще раз Клубу, Коле и всем, кто нам помог это все организовать. Еще пойдем удивлять парничка. Пойдем. Маларка был где-то здесь. Да, Маларка. Здравствуйте. 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 Человек, классная передача. Да, вообще, молодец. Прям приправил. Прям отъют. Спасибо. Хороший. Прям вот вообще вот, блин, сплюнь по дереву постучать. Коль, вообще вот молодец. Прям респект и уважуха тебе. Спасибо. В голову холодно только имеешь. Перекачивай. Точенька, как ты умеешь? Ты умеешь, мы верим тебе. Спасибо. Вчера вот ты подтвердил вообще свой класс. Как вам вчера? Поравил, да? Очень сильно. Это с Лиги чемпионов, получается. Ну, в которой мы за выход. С автографией всей команды. Так что на память. Я думаю, это замечательный подарок для каждого болельщика. Поздравляю. Спасибо. Все, Коль, вообще душевненькая, блин. Ну что, Дэн, часто ты счастлив, нет? Очень. Дэн человек эмоции. Матча Бенфика, если не ошибаюсь. Ну, это, конечно, даже у нас таких нет, слушай. Даже мы такие не разыгрывали, как-то, я хочу сказать. Так вот, братья, у вас теперь будет подарок. Спасибо большое. Музей вообще самый лучший в мире, я считаю. У самой лучшей команды такой музей и должен быть. Спасибо большое, что вы нас сюда пригласили, показали. Такие вещи, которые, блин, каждый болельщик должен увидеть хотя бы раз в жизни, хотя бы понять всю эту историю. Насколько она глубока, насколько велик наш клуб. Вперед, Спартак! Историю всегда нужно помнить. Друзья, вот и подходит к концу наш второй выпуск в Москву на Спартаке. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто, во-первых, досмотрел этот выпуск до конца. Огромное спасибо нашим братишкам из Тенниси, которые исполнили мечту уже второго фаната. Соответственно, мы съездили в город Ревда, привезли бродягу оттуда. Хочу сказать, что вообще вся эта история началась довольно сумбурно. И огромный респект брату Дениса, потому что он в эту всю тему вписался, он нам написал. Мы изучили весь этот момент и поняли, что должно быть круто. Судить вам, поэтому все под видео, лайки, комментарии. Только так мы поймем, зашел вам этот выпуск или нет. Спасибо огромное нашей команде, которая, во-первых, нам подарила вчера победу, а во-вторых, организовала нам поход в музей. Всем огромное спасибо. Это был Дневник фаната. До встречи. Знаете, вот как первый раз люди видят море, и вот они настолько счастливы, что даже не могут сдержать свои эмоции. Вот так же человек испытывает то же самое, когда в первый раз приходят на эту трибуну, которая пропитана всем этим антуражем, этим красно-белым. Когда вот не просто ты болеешь за вот этот ромбик, за наш великий ромбик, а кричишь, участвуешь в этой движухе, вот эта вот самая великая. Я считаю, мой брат, он должен был побывать, он должен был прочувствовать то, что чувствовал я, когда побывал первый раз на стадионе. И я очень благодарен вам, что вы делаете этот проект. Вы приносите людям счастье. Вы молодцы. Я могу вам сказать, когда мы оставались наедине, он мне говорил такие вещи, которые, ну как бы не сказать на камеру, но он очень доволен, очень счастлив. И он очень вам сильно благодарен. Молодцы, ребята. Вот прям вот респект его жуха.